Дневной эфир седьмого телеканала в студии с вами продолжает Татьяна Милимко. Украинская группа The Heart Kiss выпустила новый клип, который снимали у нас в Черноморске. Ко дням науки, которые сейчас проходят в Украине, мы подготовили ряд сюжетов, в которых маленькие дети, будущие астрономы, рассказывают о космосе. Многие считают, что первым открыл черные дыры Эдштейн, но это не так. Первым открыл черные дыры Митчелл в 1783 году. Он читал про исследование института о фотонах и подумал, что будет, если масса звезды и протяжение будет такое большое, что фотоны не смогут улететь. Тогда подумал про черные дыры. Черная дыра – это единственный объект во Вселенной, который может протягивать свет. Корабли и спутники, которые пролетают мимо черной дыры, в черную дыру засасываются. Они могут улететь только до определенной точки, до горизонта событий. Но можно улететь из горизонта событий, только надо развить для этого скорость выше скорости света. Горизон событий – это точка, после которой невозможно улететь из черной дыры. То есть заходишь за эту точку, залетаешь, и уже невозможно выбраться из черной дыры. Практически любой объект может стать черной дырой. Если, например, Солнце уменьшить до 5 километров, то тогда оно станет черной дырой. Патин сказал, если из Солнца сделать черную дыру, то эта черная дыра обеспечит всю нашу планету электричеством. Черная дыра – это, пожалуй, самые загадочные объекты нашей вселенной. Сейчас мы в нашем эфире объявляем поиск социальных проектов для финансирования вместе с нашими гостями. Константин Емельянов – координатор направления развития городской среды и сообществ. Вы, Елена Абрашевская, сооснователь ресторана «Фо Сити», ну вы оба сооснователи ресторана. Расскажите о проекте «Кого ищем? Какие инициативы?» Наверное, ты начинаешь, я вы... Да. «Фо Сити» закончил картал. И мы, собственно говоря, у нас есть прибыль, которую мы готовы, как и обещали, вкладывать в городские проекты. Но для того, чтобы вкладывать эти деньги, нам нужна помощь горожан. И мы на данной стадии ищем идеи и проекты небезразличных горожан, у которых есть уже какие-то свои наработки, свои мысли по улучшению городской среды, культуры и образования в целом. То есть это такие три пункта основные, по которым можно подавать деньги. Да, мы выбрали после первого квартала на первой стадии эти три направления, так как нам они показались наиболее проблематичными и востребованными. Давайте вернемся к истории. Все-таки ресторан «Фо Сити», он был создан для... Вот продолжим. Для того, чтобы помогать реализовывать социальные проекты изначально. Можно сказать, что это первый такой сбор и первое предложение к реализации? Это первая прибыль. Будем так говорить, как любой бизнес, он должен состояться. То есть от идеи должно пройти время до воплощения. И будем так говорить, получение первой прибыли. При этом, так как у нас есть пункт, что у нас 70% прибыли идет на проекты, на социальные проекты. Пришло время, мы ее получили, и пришло время их распределять. Поэтому, почему сейчас так массированно мы рассказываем, да, многие, наверное, не знают. Они, ну, есть какой-то там себе «Фо Сити». А на самом деле это то, где могут участвовать все горожане. Абсолютно. То есть здесь нет рангов там каких-то, да, могу, не могу. Ну, иногда бывают проекты, поступающие к нам уже проекты, да, они, люди не умеют их оформить, да. То есть они понимают, что они хотят делать, они понимают, для чего они хотят делать. Но иногда им не хватает вот этой экспертности, та, которая есть, например, у наших соучредителей, да. То есть когда сейчас у нас 250-240, да. То есть, кстати… Ну, 150 нужно 300, я знаю, но этого количества… «Фо Сити» готова, опять же, если у вас есть желание, то есть у любого человека, да, которого вдруг он сегодня проснулся и понимает, что все-таки он, наверное, должен помочь городу. То есть он может стать соучредителем. Заплатив 1000 долларов, он вступает, становится соучредителем, и понятно, что он активно будет участвовать в отборе проектов. Если он эксперт, ну, например, вот у нас три, организовали три комитета, в них вошли экспертные люди, которые понимают, что они будут делать и как они любому человеку, который подает проект, будут помогать, объяснять, доводить его до готового состояния, чтобы потом презентовать перед соучредителями, которые будут за него голосовать. Три комитета, которые, вот, один из руководителей, да, у нас сейчас здесь есть, может рассказать о них всех. Я думаю, что, ну, это больше твоя, как бы, парафия, да, и ты больше об этом расскажешь. Расскажите, конечно, о комитетах и о тех людях, которые курируют ими. Собственно говоря, три комитета, и я, наверное, больше хотел бы рассказать про саму процедуру отбора и вот что ждет человека, который подал свою заявку. Потому что потом все туманно и непонятно. После того, как человек подал заявку, дальше мы с ним встречаемся, у нас есть стадия собеседования, и нам здесь важно наладить контакты понимания, да. То есть у любого проекта есть сильная сторона, есть слабая сторона. Заполняя заявку, человек уже должен отвечать на эти вопросы, но сама заявка мы не хотели отпугивать людей в принципе. То есть бывают грантовые заявки, где вам нужно заполнить... Ну, очень много, да, там как бы требуется сразу же очень много описаний, и нам нужно дать какое-то село, все сразу же, да. То есть мы сделали упрощенную заявку, и мы рассчитываем на дальнейшую стадию, стадию интервьюирования. Какова задача наша? Наша задача как кураторов довести проект из холодного состояния в горячее. То есть максимально помочь человеку, чтобы за его проект впоследствии проголосовали, и чтобы этот проект был реализуем в принципе. Потому что есть разные нюансы, подводные камни, процессы утверждения, реализации и так далее, и так далее. И среди соучредителей есть люди, которые ведут бизнес, есть люди, которые строят, есть люди, которые проектируют и так далее, и так далее. И они могут помочь не навязывать. Не только советом, наверное, да, а в случае, если они хотят подключиться к реализации. Да, то есть наша задача не меняется. Это вторая часть, да, то есть тогда, когда проект, который выбирают соучредители, есть, ну вот, например, да, подали 10 проектов, а Фосити отобрала один. Но из этих 10 есть, например, там 2-3, мы все говорим к примеру, да, 2-3, которые подойдут соучредителю кому-то другому, который захочет их профинансировать, или захочет быть ментором, то есть он его проведет от начала до конца, до реализации. Есть еще наши партнеры, да, которые точно так же могут поучаствовать в тех проектах, которые, например, ну не взяло Фосити. Что значит взяло, не взяло, да, как бы приняло. Не приняло, да. Слушайте, все равно это конкурс, все равно понятно, что кто-то победит, а кто-то еще раз попробует свои возможности, правда, и где-то доработает свой проект. Интервью. Ну, вы так, конечно, упростили работу, наверное, тем людям, которые будут подавать заявки, но усложнили ее для себя, потому что вам нужно будет проделать работу колоссальную. Интервью. Какие вопросы будут? Это будет какая-то корректировка или просто понимание, а достоин ли этот человек, или этот проект? Ну, смотрите, то есть любой человек, который подался, мы, то есть как комитеты, мы не можем сказать им нет, уходить, ну естественно. То есть любой проект, который подался, он будет потом в дальнейшем участвовать в голосовании. Наша задача просто их направить в нужное русло и просто помочь скорректировать, чтобы этот был проект понятный и реализуемый в целом. Вот и все, ни больше, ни меньше. Все-таки мы говорили о трех направлениях. Еще раз давайте напомним, какие именно? Городская среда, культура и образование. Городская среда, наверное, самый сложный проект. Это самый сложный проект. Так как Форсити набрал не колоссальную сумму, мы не можем говорить о том, что мы большой грантодатель. То есть пока что это маленькие суммы, это мини-гранты. Первое это такие быстро реализуемые маленькие проекты. Да, то есть мы ждем то, о чем мы будем говорить, мы ждем маленькие лаконичные проекты, но эти проекты не должны быть с адресной помощью. То есть это... Это один из приоритетов. Это проекты, которыми будут пользоваться все горожане, например, а не два человека. То есть мы не помогаем адресно, а мы решаем какую-то конкретную проблему, которая касается большого количества людей в целом. Льгоустройство города, верно? Да. Касательно культуры и образования, это все туда же. Если мы говорим про культуру, это могут быть проекты-ивенты. Это могут быть проекты-ивенты. Это могут, если мы говорим про образование, это могут быть курсы, это могут быть мини-школы. То есть те проекты, которые смогут помочь какой-то группе людей. И самое главное, касательно образования культуры, это могут быть масштабируемые проекты. То есть есть некий кейс, алгоритм, и он может переноситься, то есть размножаться дальше, дальше, дальше. То есть кусочками, да? О каких грантах, о каких денежных средствах идет речь? Ну, на сегодняшний момент это 62 тысячи. И эти деньги будут отданы гранту. Ну, гранту. Проекту, да? Или двум проектам. В зависимости от того, ну, какая стоимость будет, например. Если это будет три проекта, которые мы посчитаем нужным, да? И они будут, ну, такие, знаете, которые просто необходимы. И вот сейчас их можно быстро реализовать, и они реально, ну, просто необходимы городу. Тогда это будет три проекта. Или это будет один проект. Или это будет начало большого какого-то проекта. То есть это все мы узнаем уже... Будет варьироваться уже как... 21 числа, да? 21 декабря. 21 декабря. Подача до 6 декабря. Поэтому нужно про 6 декабря. Затем интервью, да. Ну, те люди, которые уже сейчас подаются, уже есть ряд заявок. Интервью мы с ними будем проходить в ближайшее время, то есть назначать встречи. И те люди, которые в последний момент подадутся, то есть будет еще время определенное, когда мы проведем эти процедуры. А каких предложений ждете? Вот не поверю, если вы скажете там, например, ну, что принесу, там уже будем смотреть. Наверняка все-таки есть какая-то идеальная модель того, чего должны принести. Приближенную к идеальному. Хорошо. Это тоже неправильно, потому что мы все-таки, поверите или нет, мы ждем всех. Знаете, нельзя рассчитывать только на одних. Мы никогда не сможем угадать, да. То есть мы придумали себе эти три, ну, даже не придумали, выбрали, реально поняв, что для города они необходимы, эти три направления. Но в эти же три направления может какой-то такой алмаз попасть, что, ну, ты будешь понимать, что, ну, невозможно от него отказаться, даже если он, ну, не войдет в эти три. Поэтому на сегодняшний момент человек должен, если у него есть вот это желание, да, если у него есть проект, может быть, он его даже, знаете, как говорят, не допилил, да, да, не обработал, да, не сделал вот этот букетик, он должен его начать. Но если у него есть желание, не просто, что, ну, много говорят, так, а вот можно это, можно это, придите и попробуйте это сделать. На самом деле три направления были выбрали не случайно, то здесь есть и холодный расчет. Мы хотим понять, на что способны горожане, и в чем есть слабость, а в чем есть сильные стороны. Потому что, естественно, из трех направлений в какой-то будет перевес, и все три они очень важны, потому что они затрагивают разные социальные группы, разные аудитории горожан. Мы хотим после первого набора сделать определенные выводы, и, ну, забегая наперед, в ForCity будет открыт полноценный лекторий. Мы хотим проводить обучающие программы по будущим направлениям, и если мы видим, что, допустим, по теме городской среды, оно очень сильно проседает, то мы будем делать на нем упор касательно обучения, лекционного материала и воркшопов, когда горожане смогут практиковаться и получать знания, чтобы в дальнейшем генерировать новый проект. Реализовать себя в этом, да. Нужно подготовиться к интервью. Что нужно знать? Видеопрезентация, какие-то разработки, что принести? Или просто прийти и рассказать? Ну, собственно говоря... Ну, у каждого же есть все равно этот проект, который уже продуманный, то есть у него есть какие-то разработки, какие-то идеи, да, то есть человек уже что-то себе продумывал, ну, вряд ли он придет и просто давайте там что-то. Ну, заявка сама по себе несложная, и, по сути... Это уже заставляет человека задуматься, потому что когда там есть вопрос для чего, то есть человек уже подумает об этом, а попав к нам... Ну, то есть, допустим, в этой заявке есть два пункта, это слабые и сильные стороны проекта. То есть человек всегда должен не только думать о достоинствах, он должен еще задумываться о рисках и о том, где могут быть провалы. И, по сути, на интервью мы будем проходиться по самой заявке, на интервью мы не хотим никак менять концептуально сам проект, и это не является нашей задачей. Мы хотим уточнить план действия человека, его роль, как он видит развитие своего проекта и, например, поддержку его после реализации. То есть разноуточняющие вопросы на понимание, и, по сути, мы после этого сможем ему дать некие рекомендации, как усилить этот проект. То есть мы не кусаемся, ничего сложного нет. Ну, хорошо, даже вот победит проект, да, уже все-таки, давайте, ближе туда, к декабрю, к середине декабря, да? Победит проект. Что дальше? Получает победитель средства, и он же должен какие-то обязательства выполнить, правда? Какие обязательства? Реализовать его. Это первое. Это первое, если он за него взялся, то он должен его реализовать. Опять же, сам проект, то есть денежные средства будут выдаваться не одним этапом, а двумя этапами. Это страхует и нас, и самого исполнителя проектов. Первый этап — это формальность, то есть человек должен сделать первый шаг для реализации. Если он сделал первый шаг уверенно, то можно не сомневаться о том, что он продолжит... Он доведет его до конца. ...доведет, да, свой проект до конца. На стадии реализации проекта мы также основателями 4City помогаем ему, если у него есть какие-то проблемы. Да, если у него есть какие-то проблемы. То есть никто не уходит, его не бросают. То есть вот тебе дали деньги, и плыви сам. Нет-нет-нет, это как бы идет дальше полностью сопровождение. Вот это интересно, да. И какие-то подсказки. У самого проекта будет менеджер проекта, то есть будет контактировать... Вот 4City будет менеджер. Да, менеджер проекта, который будет вести этот проект, и если возникают какие-то проблемы, вопросы... Не бывает ничего идеального, правильно? То есть мы, знаете, как говорят, поправка на ветер. То есть запуская проект, ты можешь с чем-то столкнуться. И, например, человек может спасать, здесь не дадут этой возможности, да. То есть риски, которые продумают до запуска. И если во время запуска проекта появляется что-то еще, наши же соучредители, которые имеют, ну, как бы будем так говорить, экспертный в разных сторонах вопроса, тут же придут на помощь. То есть это... То есть мы должны быть, по сути, максимально гибкими, чтобы вовремя иметь возможность поддержать... Вы находите идею и становитесь компаньонами, правда, в этом предпринимательстве, социальном. Но при этом мы не влияем, опять же, на процесс. А есть ли какие-то сроки, вот в течение которых надо реализовать? Ну, самому Форсити хотелось бы иметь быстрые победы стратегически. До трех до четырех месяцев, но это не так. Да, с другой стороны, мы понимаем, что мы попадаем в зимний период. И, допустим, если говорить про городские проекты, то, ну, в среде что-то сделать зимой достаточно сложно, когда сугробы... Да, сойдет снег, надо ждать, как минимум, весна. Да, мы рассчитываем на реализацию проектов от двух до четырех месяцев. Это вот наше идеальное понимание, когда можно подготовиться и можно его сделать. Запустите и уже увидите, конечно. Первый сбор средств завершен, правильно? Вот эта сумма уже будет выделяться на конкурсе. Она уже выделена. Выделена, но сейчас продолжается сбор на вторые какие-то этапы, правильно? Это циркличный процесс. Ну, бизнес же работает. А как часто он будет проходить, этот процесс? Один раз в год конкурс или больше? Мы планировали изначально поквартально. То есть это достаточно цикличный процесс. И если мы говорим про комитеты и образовательные программы, то есть она постоянно должна меняться и насыщаться. И это даст живость самого контента внутри заведения. Могут быть разные форс-мажоры, когда мы по каким-то причинам не добираем средств, потому что есть высокий сезон и есть низкий сезон в ресторанном бизнесе. И не всегда можно набрать внятную сумму. То есть мы, по нашим ожиданиям, это будет раз в квартал. Возможно, это будет раз в квартал. Может быть, уже продумывали о том, что это может быть один раз в два квартала. Например, если уже есть какие-то проекты, или мы понимаем, что мы хотели бы сделать проект больше. То есть это может быть, но проекты обязательно будут. То есть это не сейчас сделали и потом забыли. Такого не будет. Это будет дальше, дальше, дальше. Хорошо. Давайте еще раз напомним, где можно зарегистрироваться, подать заявку, и где можно найти более подробную информацию, если вдруг кто-то не услышал или мы о чем-то забыли сказать. У нас есть сайт for city.od.ua. И плюс, ну это одно из таких, да, сейчас тусовочных мест, Facebook. Facebook, зашли. Второе у нас это for city community. Там, по-моему, полностью написано, то есть, ну будем так говорить, вы пришли, читаете, и все понятно. То есть вопросов практически не возникает. То есть очень доступным языком для любой аудитории. То есть начиная от и до, вы прочитали, это как, знаете, призыв к действию. Смотрите, делаете, получаете. Собственно говоря, заявку можно заполнить на самом сайте. Есть в правом углу кнопочка, вы нажимаете и заполняете свою заявку. Вы можете связаться с нами по e-mail, указанному внизу сайта в подвале, и также обратиться по телефону. Ну и можете писать напрямую в Facebook мне, если возникают какие-то вопросы. Давайте еще раз напомним. Или же еще for city наш ресторан, да, то есть вот само пространство, да, конечно. Там сидит обязательно администратор. То есть вы можете подойти, вы заходите, с правой стороны у нас есть администратор, вы можете все узнать там, это раз. Второе, там же можно поговорить, то есть обязательно кто-то из соучредителей, ну практически всегда у нас там кто-то есть. Поэтому можно, знаете, как face to face поговорить напрямую. Если вдруг кто-то, ну переживай, знаете, как вдруг что-то, я не знаю, подошел, поговорю. Давайте еще раз напомним, по каким направлениям ждете заявки. Городская среда, культура и образование. Может, какие-то примеры хотя бы приблизительно, да, городская среда, скамейки или благоустройство детских площадок, да, то есть все, что вот... Но образование же может быть разным, да, например, ведь кто-то даже не знает, как можно сделать этот проект. И, например, он не хочет податься сейчас, а хочет понять его, да, то есть и хочет сделать, например, проект образования, как научить подавать проекты. Такое же тоже может быть. Да, ну, например, ну, например, да, ну просто например. Преобразование тех же парков, улиц, скамейки, да, ну, скамеек уже много, но, может быть, у вас авторская скамейка, которая станет, ну, просто символом города, да. Ведь когда-то наш, если мы помним, вот этот вот якорек, да, который стал сердцем, это же тоже было, извините, ну, придумано кем-то, да, это тоже была идея, это же не просто так, она откуда-то взялась. Поэтому мы думаем, что, может быть, даже эти идеи станут просто лицом города. В общем, все идеи несите в Фос-Сити и информацию ищите в интернете. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. В гостях у нас Елена Абрашевская, сооснователь ресторана Фос-Сити, еще один сооснователь ресторана Константин Емельянов и координатор направления развития городской среды и сообществ. Спасибо большое, удачи всем проектам, будем следить и будем радоваться всегда, когда вы будете приходить к нам в студию. Обязательно. Спасибо. Предлагаю вам сейчас остановиться ненадолго и послушать мастера по дыханию. Кстати, по совместительству она еще и миссис Мира о том, как управлять гневом. Я вот тоже прочла книгу Далай-Лама «Исцеление от гнева», и он очень много об этом говорит. Как он объясняет, что мы не должны его сдерживать, сдерживать, да, потому что, опять же, есть там психосоматика, как объясняют уже дальше-дальше психологи, что если мы сдерживаем, это наносит большой вред. То есть мы должны стараться делать так, чтобы этот гнев не возникал внутри нас. Тогда нам не придется это сдерживать. Но, опять же, с детства мы все слышим такие фразы, да, «Сделай глубокий вдох и сделай глубокий выдох». На самом деле это работает. Просто нужно отойти буквально на пару секунд. Мне тоже иногда бывает очень сложно себя контролировать в этих моментах. И не всегда, к сожалению, получается. Но действительно это работает. Просто вдох, выдох и переключение внимания только на любую другую вещь. Переключите внимание на слух, и все. Переключите внимание на любой другой объект. Допустим, если вы посмотрите на цветок, все, вы забудете о том, что там вы с кем-то начинаете ругаться или еще что-то. Переключение внимания только так. Действительно работает очень быстро. Будьте добры друг к другу и оставайтесь седьмым телеканалом. Дневной эфир с вами провела Татьяна Милимко. Всего доброго вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова